Историю Марии Струлис в Иванове знают уже многие, несмотря на то, что развивается она в пределах города всего 4 месяца. А началось все гораздо раньше. Красивая бортпроводница во время одного из рейсов в Индию знакомится с летчиком. Она русская, уроженка Иванова, живет в Швеции. Он гражданин Исландии. Головокружительный роман, брак, рождение голубоглазой дочки Николь и болезненный развод в 2011 году. Мария с полуторагодовалым ребенком остается в Швеции. Экс-супрок уезжает в Исландию и начинает активно бороться за дочь через суд. Место жительства ребенка было определено с матерью. Однако с каждым процессом отцу увеличивали время общения с дочерью с 2 до 10 дней в месяц. А в конце прошлого года органы ювенальной юстиции приняли решение лишить Марию родительских прав. 2 декабря 2014 года, как только я получила это решение социалом ювенальной юстиции с предложением судом лишить Марию родительских прав, я в течение нескольких секунд приняла это решение. Для меня все померкло, абсолютно все. Я поняла, что мне не нужна ни Швеция, ни доход, ничто. Ребенок оказался в тот момент важнее. Ювенальная юстиция посчитала, что мама слишком много работает, а девочка проводит больше положенного времени с родной бабушкой. Ребенка нужно отдать в Исландию отцу. С дочкой и мамой Мария вернулась в родное Иваново. Я же украла по их закону ребенка, и мне там грозит тюрьма. То есть, как только я пересекаю границу с Европейским Союзом, меня арестовывают и сажают в тюрьму. Срок там от 3 до 10 лет. Украла своего же ребенка. Ситуация абсурдная. Теперь Мария ищет защиты в родной стране. Обратилась к Павлу Астахову и по его совету подала заявление в суд об определении места жительства ребенка с матерью. 14 апреля во Фрунзенском районном суде состоится очередное слушание по этому делу. Она не против общения дочери с отцом, но очень боится, что муж Николь просто не вернет. Если я предоставлю ребенка для общения отцу, то он может, попросту говоря, ребенка украсть, вывезти с территории России. И потом я не смогу сделать ничего. Поэтому я не буду рисковать. И, следуя совету моих адвокатов, я не буду предоставлять общение, чтобы просто остаться матерью, своему ребенку. В Иванове Николь ходит в детский сад. Девочка говорит на трех языках, в том числе и на русском. Но адаптироваться сразу к русской речи было тяжело. В группе поначалу смущалась, говорят воспитатели. Но это уже в прошлом. Николь очень любит песни про маму и бабушку, конечно. Очень любит животных. Когда мы разучиваем песни про животных, она с большим удовольствием участвует в этом процессе. Вообще девочка очень такая эмоционально положительная, добрая, радостная, счастливая. В ней нет ни капли грусти, какого-то негатива. Родители очень сильно заботятся об ее состоянии. И мама, и бабушка. Мне кажется, ребенок счастлив. Теперь Николь не просто общается с ивановскими сверстниками, но и поет вместе с ними русские песни. Давай проговариваем слова. Что же маме подарить на 8 марта? Может быть, купить ей торт или лимонадо? Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.